Ну, в первую очередь, Ефим ставил перед нами задачу создать социальную сеть и начать зарабатывать на ней какие-то деньги, которые проносили доход 60 миллионов долларов в год. Для того, чтобы начать на этом зарабатывать, нужно ответить, собственно, на ряд вопросов. Во-первых, где мы будем брать клиентов? Ну, для этого, собственно, как можно банально сделать свою группу ВКонтакте, развивать ее, как-то привлекать людей, делать ссылки и еще. Ефим на той лекции упомянул, что фанатов Формулы-1 в России это около 5 миллионов человек. Мы полазили по ВКонтакте и нашли одно очень интересное приложение. Оно считается самым успешным приложением ВКонтакте – это уличные гонки. Количество пользователей уличных гонок составляет 5,5 миллионов человек. Ну, то есть, конечно, не факт, что это одни и те же люди, но, тем не менее, какой-то процент вполне может быть увлекается Формулой-1. И поэтому я считаю, что логично было бы разместить в этом приложении свою рекламу с переходом на нашу социальную сеть. Второй вопрос – вопрос регистрации, сделать ее платной или бесплатной, как все это устроить. Нам очень нравится регистрация Apple ID. Ну, много, наверное, у кого есть продукция Apple, все вы там регистрировались. Она просто сделана очень удобно, очень практично, и там сложно зарегистрироваться какому-то левому человеку. Что касается платной или бесплатной регистрации, здесь мы хотели взять систему, которая выбрала Paypal. Там, когда регистрируешься и привязываешь карточку к своему аккаунту, у тебя снимаются 3 доллара. Как только приходит подтверждение, что эти 3 доллара перечислились на Paypal, тебе эти 3 доллара возвращают, и ты являешься участником, собственно, клиентом Paypal. Так можно сделать в нашей социальной сети. Дальше нужно эту группу раскручивать. Здесь, не поскажите, когда начинается сезон Формулы 1. Уже идет. Нет, это я знаю. Начинается он, когда и заканчиваются, собственно, сами рамки. С марта до ноября. Ну, в общем, основной тогда уклон нужно делать, чтобы вся социальная сеть работала уже к марту. То есть к марту уже нужно собрать, собственно, эти 5 миллионов, которые мы хотим, и начать на этом зарабатывать деньги. Наш план до октября. Мы должны собрать миллион людей. После октября мы начинаем устраивать всякие викторины, аукционы. В общем, вводить людей в курс дела и зарабатывать уже, если можно, себе больше аудиторию. Конкретно на чем мы хотим делать деньги? Во-первых, аукционы. То, чтобы на болиде, допустим, на спойлером автомобиля было написано 3 фамилии. То есть идет лозун Russian People, и внизу есть 3 фамилии. Симаков, Иванов, Петров. Условно. Это 3 человека, каждые 3 места идет аукцион. Кто больше денег скинет за конкретное место, фамилия того человека будет написана в нашем болиде. И так можно делать каждые гонки. Этапы гран-при проходят раз в 2 недели. Поэтому каждые 2 недели мы можем собирать деньги с этих 3 мест. Как показал фильм «Космонавт», они собрали немаленькие деньги, и на этом делать деньги можно. Второй наш проект – это выпуск шлемов. Это шлемы может покупать любой любитель Формулы-1, и на него будет идти трансляция с Формулы-1. Вы одеваете дома шлем, сидя на кухне, на табуреточке, и у вас, собственно, забрали шлемы, вы видите прямую трансляцию от лица, допустим, гонщика Marussia Virgin Racing. Если эта тема пойдет, если люди это будут покупать, то можно заключать договора с остальными командами, и уже за отдельную кладу вы сможете видеть гонку от лица Шумахера, от лица остальных гонщиков, которые занимают не 15-е, а первые места. И третий проект, о котором мы хотели бы сказать, успеваем, это закрытый элитный клуб, который будет находиться в центре Москвы, и на него тоже абонементы можно будет продавать по каким-то не очень доступным и не очень приемлемым ценам. Там также можно вывести, собственно, эти шлемы, где там все будут сидеть, радоваться жизни, по вечерам общаться, находить новых знакомых и отдавать за это немаленькую сумму. Вот, собственно, все, что я хотел бы сказать. Спасибо большое. Спасибо. Возьмите несколько вопросов. Вы хотите начать работу ВКонтакте, да? То есть не делать собственную платформу? Нет, собственную платформу мы делать будем, но при этом привлекать клиентов, ну, логичнее всего, мне кажется, там из контакта или из-за наглась. Ну, если без контакта. ВКонтакте произвещать рекламу, делать свой выбор параллельно, развивая эти направления. А почему это без контакта? Потому что это самая популярная сеть, и там, собственно, сидит очень много народу, и разные слухи, рекламы. Там, наверное, все очень быстро. Если заплатить, не знаю, по выбору напрямую или еще как-то, то можно очень быстро раскрутиться. Ну, то есть вы это еще не прорабатывали? Нет, это вот идея родилась сейчас, когда нужно сдавать вопросы. Есть такая, там, вижу проблему. Если три фамилии на болиде покупаются на аукционе, то мотивации сдавать маленький взнос нет вообще. Какой смысл сдавать 10 долларов, если я по-любому не попаду, да? Всегда будут те, кто сдадут больше. Как вы решаете проблему с маленькими взносами? Или у вас их просто нет? Нет, маленьких взносов не будет. А, извините, еще забыл упомянуть. У нас спонсоры будут, во-первых, вот эти три фамилии, где будут большие взносы. И спонсоров у нас будут только русские компании. То есть, допустим, это будет Газпром, это будет Лукойл, это будет ТНК или еще что-то тому подобное. Просто что? Поддержка Russian People. Так, а при чем у Иванов Петров есть три фамилии? Нет, эти три фамилии, это будут три отдельных спонсора на каждый гонг, в который вкладывают деньги. Там идет счет, что вы вкладываете 10 долларов, если вам эту ставку перебивают, эти деньги остаются бреваться. То есть, здесь ставки будут идти 5-10 миллионов долларов за одну гонку с одного человека. А, ну, то есть, на самом деле, классические спонсорские контракты. Да, да, да. Еще здесь чисто психологически срабатывают три фамилии, как-то и не стало. То есть, за первое, второе, третье будут разные суммы. Окей, спасибо. Спасибо.